здрасте ребята начинаем сегодняшнюю сегодняшнюю сегодняшний вебинар посвященный эзотерики мне зовут андрей дуйко и начнем сегодня отвечу на ваши вопросы и после чего возможно у нас будет интересная тема которая будет следовать из той темы которая была до этого и мы сегодня будем обсуждать третью книгу третью книгу самоведы и так далее все что связано с ведической культурой и так далее ну что давайте начнем такси поведомления и так неля бармина добрый вечер андрей андрич ваш практике помогают жить радоваться жизни невзирая ни на что подскажите когда я отдам долги спалить их долги начинают человек отдавать в тот момент когда он их начинает отдавать для того чтобы отдать долги необходимо обязательно их начинать отдавать как это обычно устроено у человека что-то в голове происходит или что-то случается в жизни человек начинает жить не посредством или придумывает себе как ему распоряжаться деньгами надеяться на что-то как обычно это происходит так как-нибудь сможем прорвемся и так далее это все мешает человеку здраво рассуждать и человек надеется на что-то в будущем этого чего-то в будущем конечно не получается так как деньги взятые у будущего обычно в настоящем не зарабатывается именно поэтому люди которые берут в долг обычно ухудшает свое материальное благосостояние и так далее то есть это примеры которые привожу обычно в моем семинаре который называется магия денег вы наверное его изучали и так далее и помните я там говорил что для того чтобы человек начал отдавать деньги он должен избавиться лишь от одного качества но выглядит так человек который вынужден деньги отдать обычно ставит это на последнее место то есть он думает мне отдать деньги но мне же нужно сейчас там вот одежду купить там детям что-то купить и так далее то есть объясняет себе почему он этого не будет делать так вот вы должны знать что на пути к отдаче денег отдача денег должна стоять на самом первом месте если у вас на первом месте стоит отдача денег а второе это функционирование семьи там и все остальные вопросы даже если сюда будет поступать чуть-чуть но главное чтобы это была первостепенная задача то есть вы заработали деньги позвонили человеку говорите у меня чуть-чуть но я отдам начав отдавать по чуть-чуть поставив это на первое место вы сможете деньги отдать как быстро поставьте это на первое место будет быстро бубуся отличное имя здрасте андрей адрес к спасибо за знание свет и добро скажите могу ли он учиться за рубежом и защитить там докторскую учиться сможете а вот докторскую скорее всего так быстро не получится ну скорее всего сможете да вера кириндиасова доброго вечера шановный андрей индыч мирного неба и счастья вам и вашей ой дуже приемно верой вам и вашей радыни наталья педгирная андрей индрич добрый вечер подскажите пожалуйста станем ли мы супругами с мужчиной мужчину с буква щи написали мужчины с которым месяц назад познакомились наташа вот скажите мне а если я скажу что нет то вы перестанете с ним общаться и разорвете сейчас отношения вы знаете вы у себя забираете то что называется приятное неожиданное качество или чувство пусть мир даст для вас что-либо создаст для вас не старайтесь предугадать пусть это будет также естественно вот смотрите подарок получить гораздо приятнее чем знать подарок и получить дайте этому миру хоть немножко вас удивлять как же вы так собираетесь жить если все будет четко по бухгалтерскому учету написано нет нет ну ладно я отвечу на ваш наверное вопрос вот таким образом если вы будете совместно работать совместно учиться то будете совместно жить как это понимать не знаю марина дмитриева добрый вечер я двигаю солнышко добрый вечер валентина головань здрасте вечера сердце дякую вам за ваши без синие знания пойдя куда же приемно расти андре андреевич расскажите о бермудском треугольнике про его таинственные аномальные явления спасибо вам большое есть исследование которое утверждает что в месте где находится бермудский треугольник постоянно происходят огромные и интенсивные перепады давления это связано с тем что бермудский треугольник находится над океаном где в океане глубина и глубина очень резко изменяется это создает процессы бесконечного изменения давления и на протяжении дня давление атмосферы может изменяться до сотни раз что создает беспрецедентные элементы появления молний и из-за того что туда залетают самолеты то они попадают в перемену давления и появляются вот такие проблемы которые связаны с тем что исчезают самолеты тонут катера и так далее почему ну под ну катера я не знаю вот самолеты исчезают это связано не с чем-то особенным а связано с тем с расположением геологическим и уникальным местоположением бермудского треугольника вообще я бы не стал лететь на самолете над бермудским треугольником но ничего аномального и экстра удивительного нет почему-то вспомнились слова высоцкого где он говорит а потом один механик убежал от нянек рассказал что бермудский многогранник не заросший пуп земли он то трясет то смеялся то щетинился как ёж он над нами издевался сумасшедший что возьмешь игорь лакутин добрый вечер с израиля добрый вечер игорь лыхаем шаббат шалом наталья 51 здрасте учитель здрасте наталья есть обряд преподношение пищи богу очищает карму расскажите о нем пожалуйста как правильно делать этот обряд есть в европейских условиях и если ешь один спасибо смотрите вся особенность любого обряда заключается в понимании энергии огни помните рассказывал на прошлом своем вебинаре я говорил что савитур это та энергия ли те события которые происходят вокруг человека тело наше это своего образа жена савитура а внутренняя жизнь человека это огонь савитура который называется огни когда человек живет то в случае если он живет и делает осознанно жизнь виде преподношения то есть не просто есть еду говорит это для моего тела любимого для моей жизни и делает такое преподношение себе то такая еда является преподношением для энергии огни а если человек делает преподношение для родственников то он делает вот такие движения пальчиком говорит я вспоминаю свою родню пусть покоится с миром мы о них думаем только хорошо таким образом вы делаете преподношение своим предкам далее по поводу преподношения пищи богу то есть и такие обряды но здесь нужно просто понимать преподношение пищи богу является неким обрядом благодарности которая связана с тем что целый целую неделю человека за человеку помогает бог а в последние субботу или воскресенье бог выпивает или бог преподносит вернее человек преподносит богу обряд такой происходит следующим образом разжигается огонь призывается савитур мантры савитур и такой обряд называется ягья или яджья и если вы не знаете как его проводить то проводить его специально я вам не советую все о ритуальной культуре о проведении ритуалов обрядов всевозможных преподношений духов там долгов и так далее я даю на своем семинаре который называется обрядовая магия и там есть обрядовая магия двухдневный семинар мастер-класс где вы можете ознакомиться о всех видах ритуальной культуры как делать ритуальный алтарь каким образом ли почему они бывают квадратные круглой формы как делать ритуалы в домашних условиях как преподносить еду не еду как там общаться с этими энергиями и все остальное все только там валентина колынская витая всех участники вебинара доброго вечера андрей андрей всем здравого мирного неба готовимся и даем и собрать без агрессором всеми доступными для нас можно слава украине героям слава снежана добрый вечер андрей андрей скажите пожалуйста когда у меня будут дети мне 36 лет а если не будет а если не будет но будут у вас скорее всего через года два наверно вы поторопитесь наталья демьянова всем добрый вечер галина лимашка объясните как это перерождаться в прошлом ведь прошлого уже нет когда человек живет он думает что дело в том что для физического тела и для человека весь мир он связан с его телом и весь мир связан с его телом и этот мир он для человека воспринимается как мир в котором он стареет и умирает таким образом можно сказать что мир движется как думает человек в одном направлении из прошлого в будущее тогда такой вопрос для того чтобы законы исполнялись необходимо чтобы они были где-то установлены для того чтобы законы были где-то установлены нужно обязательно какое-то пространство если законы установлены то они могут быть установлены и в прошлом и в будущем такими законами являются все законы которые связаны с миром то есть одновалентность водорода атомная масса кислорода атомная масса допустим там железо или атомная масса серы они не изменяют допустим там одни элементы объединяются с другими только определенным образом и никак иначе то есть можно сказать что есть целый ряд законов особенно в организме в окружающем мире физики и в химии которые не порушены то есть они не их невозможно изменить эти законы то есть это законы порядка эти законы порядка они есть будут и всегда были из этого следует что эти законы на них не влияет время то есть эти законы где-то уже написаны они были есть и будут если бы законы были написаны ранее то их необходимо было бы все время обновлять также я хочу сказать что человек думает что он способен все понять и думает что мир так устроен что человек рождается и рождается в будущем исключительно а я считаю что человек может рождаться и в будущем и в прошлом и когда человек говорит нет можно рождаться только в будущем то я обычно говорю а почему же человек может видеть будущее и здесь такой вот вариант человек может видеть будущее потому что очень часто человек родившийся в будущем рождается в прошлом потому что весь мир устроен по принципу математической модели некого куба где человек проходит элементы перерождения где он может рождаться либо в прошлом либо в будущем и в этом кубе он путешествует до момента выхода из этого куба как бы потерявшись или выйдя из состояния не выйдя в состояние нирваны и состояния самадхи и человек может рождаться это все зависит от того насколько он насколько он хорошо жил и двигался на пути духовного роста как это выглядит вот смотрите условно можно сказать что человек может выбрать для себя путь в котором он будет счастлив или путь в котором может накапливать состояние страдания к один человек может накапливать состояние страдания и соответствовать определенному уровню до конца своих дней то есть человек обижая человек делает кому-то больно человек получает удовольствие от того что он там издевается над кем-то морально психически физически условно если рассмотреть всю эволюцию человека то выглядит это приблизительно так когда люди были в древности то эти люди которые жили в древности они жили таким образом что у них было им было тяжело выживать то есть они жили мало болели тяжело боль испытывали постоянно но можно сказать что они были жестокие то есть в них животного плана было больше чем человеческого со временем эволюция привела к тому что люди начали становиться или эволюционировать и стали становиться лучше то есть можно сказать что 200 лет назад люди жили и были более жестокими чем сейчас почему они были вынуждены выживать было больше заболеваний людям приходилось больше физически работать даже если посмотреть на 100 лет назад то можно сказать что люди которые поднимали колхозы работали на заводах болели тяжелыми заболеваниями умирали от туберкулеза и так далее от чумки от чумы там от разных заболеваний то этим людям жилось тяжелее а в наше время людям живется легче ведь можно сказать что процентов 20 населения живет не выходя из дома может зарабатывать там в интернете и людям стало легче жить то есть не приходится ехать на путешествовать допустим из одной точки в другую два года это можно сделать там на самолете на протяжении часа то есть все что связано с человеческой жизнью можно сказать стало или имеет облегчение так вот когда человек живет в этой человеческой жизни то он живет в том уровне который связан с тем что он его заслужил он заслужил жить более легче если вы проживете эту жизнь более счастливым человеком то родитесь в следующем уровне в будущем где будет вам еще легче но есть другой тип людей которые находят для себя возможности загнать себя то есть они ненавидят они злятся они выживают они всех они борются со всеми они хотят более окружающим людям они вредничают жадничают ненавидят злятся критикуют ругаются матерятся и так далее они родятся в прошлом почему они не заслуживают модели рождения в будущем поэтому такие люди могут родиться в прошлом но для человеческого сознания для человеческого интеллекта это все сложно дело в том что есть уже теории математические в общем-то и физические которые доказывают что время как элемент в общей картине мировой или физической мировой является не основным и даже не главным элементом он является главным для материальных компонентов такими которые являются там человек и человеческое тело там минералы или сама земля но не являются для других компонентов волновых там электронов протонов фотонов и так далее более мелких частиц кварков и так далее то есть можно сказать что да мы как сказали в тибетской медицине или как сказать как говорят в буддизме находимся в состоянии где думаем что все настоящее а это не настоящее почему-то вспомнил стихи я не помню кто их написал недавно в нынешней чайной мне открыли секрет нас в общем-то нет вот беда и в общем-то не было совсем никогда это одна из концепций буддизма особенно буддизма долг мы и считается что вся наша жизнь она иллюзорно об этом сказал когда-то будда таисия стрелецкая здрасте андреевич вы лучшие спасибо подскажите пожалуйста жил в украине дети польши стоит переезжать да добрый вечер дяку вам шановные чём иные моей семьи божая мэру и счастья чём иные в моей семьи е божаю счастье божаю счастье и радости я не понял здрасте андрей андреевич уважаемые мои друзья пожалуйста будьте чуть-чуть понятнее пропускаем когда я встречу когда встречу гадалки идите добрый вечер мастер не могу продать дом долго ли я буду продавать вся особенность человеческого страдания условно разделяется на метод такой когда вы хотите очень сильно для чего-то то вы скорее всего это не продадите никогда почему это такая особенность вот смотрите как устроено когда к вам приходит человек то он должен увидеть ваш дом их хотеть его купить но вы его хотите продать потому что он вам не нужен а он хочет купить потому что он ему должен быть нужен получается разность интересов то есть он идет покупать то что ему нужно а вы продаете то что вам не нужно этот человек который должен купить самое нужное для него сталкивается с тем что он покупает то что вам не нужно совсем как это все изменить необходимо представить свой дом и представить будто вы вновь в него заходите и он прекрасный почему помните я говорил что эмоция создает эмоция создает желание то есть вы заходите в свой дом и говорите какой красивый потолок какие красивые ой какой красивый по а какие красивые а какая какой выход а вот это все краски вот это красивый вот это и как мне нравится и нравится вот это Подумайте об этом, попробуйте каждый день это делать. Это будет являться неким магнитом, который сможет это все сделать. Второе. Перед тем, как это делать, сделайте так, чтобы очистить вашу квартиру. Почему? Там же есть мысли, элементы, энергии и так далее, тех людей, которые там жили. Запечатайте пространство. Помните, я обучаю, очистите помещение, заполните его новой программой и продавайте. Ну что же это такое? Очень приятно всех слышать. Очень приятно. Скажите, выйдай в цем уроке, измените старую машину на новишу. Выйдай, скажите, бласка, че верну, выбрал профессию верну. Добрый вечер, Андрей Андреевич, скажите, вы давали обряд и мантру с медной чашей. Как долго надо ее выполнять? Чаша у вас приобрела, красивое спасибо вам. Год надо выполнять. Здравствуйте, я одиноко, выйду замуж по любви. Ну, скорее всего, да. Здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, получится продать дом в ближайшее время? Нет, нет, ближайший год не продадите. Не знаю почему. Валентина Каленская. Два роки тому оперовано базальома на носе. Педозрию про новую каверзу хворобы, че буде успешна новая операция. Да, делайте все нормально, вы не умрете от рака. Светлана Никоненко, добрый вечер, учитель всем. Спасибо. Скажите, пожалуйста, мой сын Арман добьется ли успехов занимаясь дзюдо? Ему 15, правильный ли выбор? Неправильный, не будет успешным дзюдоистом. София Устима. Вы сейчас мне задаете эти вопросы и делаете мою популяризацию эзотерики непопулярной. То есть вы превратили, грубо, эзотерический вебинар «приятный вечер» в подобие «погадай-ка мне, цыганка». Я вас не знаю, кто вы люди, почему вы решили, что я должен здесь предсказывать вашу судьбу, отвечать на вопросы, там, вы выйдете замуж или не выйдете, нужно вам это или не нужно. Зачем вы это делаете? Вебинар мог бы быть интересным и мог бы быть посвящен интересным темам. Таких тем может быть много, там, почему женщины обижаются, как перестать ревновать, там, как заработать деньги и так далее. Что вы делаете? Вы понимаете, делая неинтересными вебинары в YouTube из-за ваших вопросов, вы делаете все для того, чтобы их не проводил. И просто становится неинтересным, потому что это все сводится к тому «выйду я замуж» или там «выйду я замуж, Оля». Ну, выйду и не выйду, и что? Ну что, вернемся к теме. Наша тема называется «Ведическая литература». И я уже рассказал о том, что ведическая литература, она разнообразна, в ней огромное количество книг. Я уже говорил, что это и ригведы, и адхарваведы, и упанишады и так далее. Также на прошлом вебинаре я рассказал о 20 мантрах, а также опубликовал их по данным вебинарам. И многие люди, которые слушали данный вебинар, начали с успехом ими пользоваться. И это очень хорошо. Вот лучше напишите, пользовались этими мантрами, что скажете. Мантры удивительные, очень мощные и способны изменить человеку его жизнь. Нет-нет, у меня нет претензий к вам. Делайте все, что вы хотите. Это наше с вами общение. Пожалуйста, без всяких... У меня нет претензий. Мне... Вы же понимаете, что мне просто неинтересно отвечать на вопросы такие. Почему? Ну, почему я должен отвечать на них? Итак, третья книга. Третья книга ведической культуры. Это книга Самоведа. Самоведа представляет собой мелодичные песнопения и мантры, которые часто используются в религиозных церемониях. И сегодня я вас хочу познакомить с 10 мантрами книги Самоведы. Итак, Агни Метха. Так звучит мантра, она обозначает. Агни — это моя внутренняя жизнь или время моей жизни, а Метха — благословляю. Что это обозначает? По-другому это звучит так. Пусть внутренняя энергия моей жизни, которая находится во мне, не сжигает меня быстро и не делает меня старым. Именно поэтому слог Агни Метха по-другому звучит так. Слог молодости. Можно его читать как Ом Агни Метха. Это слог, который омолаживает, слог, который делает человека молодым, красивым, как я в 50 лет. Дальше. Следующее. Ом Агра Врата Гарбха Самбха. Ом Агра Врата Гарбха Самбха. Обозначает так. Пусть добро моей жизни будет защищено Богом. Вы хотите, чтобы в вашей жизни была защита? Читайте эту мантру. Ом Агра Врата Гарбха Самбха. Пусть добро моей жизни будет защищено Богом. Самим Богом. Поэтому, если вам сейчас угрожает какая-то опасность, если у вас забирают ваше добро, если у вас забирают ваши возможности, если у вас кто-то забирает даже жизнь, вы чувствуете эзотерическое, энергетическое влияние на себя, то обязательно используйте эту мантру. Кстати, очень много людей есть таких, которые говорят, на меня влияют, я это ощущаю, что мне делать, я хочу вас научить. Когда вы чувствуете, что на вас кто-то влияет, то вы становитесь жертвой, ощущая, что вы жертва, вы фактически разрешаете тому человеку на вас влиять. Есть ли такое, что к человеку подключается и могут забирать у него энергию? Конечно, это есть и широко практикуется. Я не хочу вас запугивать, но могу сказать, что такое я признаю. Что да, действительно, к человеку можно подключаться. И особенно сильно к человеку подключается, если человек энергетически слабый раз и второй сильно напуганный. То есть у человека много страхов и так далее. Есть целый ряд людей, которые находят таких молодых людей или находят тех, кто слабый и начинают таких людей вампирить или забирать у них энергию. Как это ощущается? Ощущение, будто вас покидает энергия. Прямо усталость такая, нет сил, утром просыпаетесь разбитыми. Первое, попробуйте не бояться и сказать, мне все равно и никого не боюсь. Это важно. Второе, сказать, я теперь не кролик, я теперь биоэнергетическая машина, как Шлахтер говорил. И третье, говорите, я с этими людьми соединен нитью. Какой нитью, неважно. Представьте, в том месте, где у вас болит, в том месте, где происходит отток энергии, от вас вперед вас или во все стороны мира идут нити. И энергия от вас по этим нитям идет в виде электрического тока. На вдохе, скажите, я запрещаю это делать. Почему? Есть правила вашего выбора. И делайте так, через зубы, представляете, будто забираете эту энергию и забираете ее у этого человека. При этом говорите, забираю не только энергию свою, я забираю ее вместе с твоим богатством, твоим успехом и твоей молодостью. Если вы будете делать так, то на той стороне, где человек подключен к вам, прав он, не прав, нужно ему это и не нужно, происходит отдергивание нити, потому что у человека происходит сильнейший удар такой энергетический. Помогает ли это, да, если это практиковать, это очень такой мощный эзотерический метод, где человек оглашает о том, что он теперь не донор, оглашает о том, что его воля быть не донором, а быть владельцем своей энергии и забирает. Вы должны знать, что иногда не люди забирают, иногда это могут быть ваши обещания. То есть человек выглядит приблизительно следующим образом. Вы же знаете, что мысли материальны, да. То есть человек к себе говорит, так, ой, как хорошо было бы, чтобы у меня вот этот, чтобы у меня была такая квартира, ай, какая она красивая, ага-ага-ага. Потом листаете, а там вторая квартира. Ой, нет, я бы хотела, чтобы и такая у меня была. Ой, нет, я, ой, какой красивый мужчина. Вот хорошо было бы, чтобы этот мужчина ко мне пришел, со мной жил. Ой, нет, пусть вот такой мужчина, он лучше, чем вот этот мужчина. ой, а вообще хочу себе такие штаны купить, а вообще хорошо было бы зарабатывать миллион долларов в США каждый месяц, ага, смотрите, это программы, такие программы, они могут, вы забываете о них, но вы должны знать, что они все равно существуют, они объединяются между собой, как будто вода, вот смотрите, много-много, много-много росы на стекле создают шарик, так и наши программы, минимальные, наши мечты, они могут создавать вот такой шарик, и этому шарику он не знает, что ему делать, потому что одна программа подавляет другую, и получается кашка-малашка, но она вынуждена крутиться как вентилятор и забирать у вас энергию, сексуальные программы забирают из сексуальных чакр, программы связанные с материалем из материальных чакр, с душой, из душевных чакр, там, с сознанием из сознания чакр, и таким образом человек при помощи своих мечтаний, там, зависти, обид и так далее, настраивает программы, они слепливаются и забираются энергии, и человек, он должен, вам необходимо аннулировать эти программы, каким образом сказать, я вас не боюсь, мне теперь все равно, тьфу, на вас, и вытянуть энергию обратно, таким образом вы становитесь тем, кто контролирует свою энергию, и это уникальный метод, мной вам поведанный, на здоровье вам помогает, далее, а никто не будет делать, все в порядке, и так, ом аграврата гарбха самбха, прошу бога защищать мое добро, дальше, агничая моча, агничая моча, агничая моча, обозначает, пусть со мной будут происходить только самые лучшие события в жизни, только самые лучшие события, агничая, это значит, жизнь во мне создает только хорошие, радостные события, как это устроено, так уж бывает у человека, что происходит отравление токсином, отравление вирусом, отравление энергетикой, отравление еще чем-то внутренней нашей жизни, и это проникает в наше тело, и человек начинает болеть, у него появляются с утра внезапные какие-либо заболевания, там, плохое настроение, болезненные ощущения, там, что-либо, утром проснулся, настроение уже плохое, вечером засыпаешь, и тоже плохое, и утром, и вечером нет сил, на всех раздражение и так далее, произнося агничая моча, человек фактически очищает себя внутренне, делая внутреннюю свою энергию, эта энергия называется энергия огни, внутренний огонь жизни, делает эту энергию чистой, то есть он буквально выглядит так, пусть эта энергия создает чистоту мою, нравственную, душевную, очищает мое тело, можно сказать, что агничая моча, это мантра от вирусов, глистов, состояний, психических болезней, от подключений, влияний, порчи из глазов и всего остального, хорошие мантры, кстати, следующее, ом шам но метра, ом шам но метра, женщины или мужчины очень часто хотят иметь детей, знаете, как это устроено, когда вот женщины мне пишут, там, мне 38 или мне 48, будут ли у меня еще дети, а разве было мало времени, времени было мало, когда началось это все, в 19, и что до 38 не было времени родить себе, что это вдруг произошло в 38, в 48, что прямо сейчас клюнуло, что такое, почему нельзя было раньше, что нельзя было раньше, вот когда уже организм не готов, когда уже организм ослаб, вот надо сейчас, как-то, но тем не менее, для того, чтобы это произошло, существует вот эта мантра, ом шам но метра, буквально звучит это так, Бог, не дай мне быть одиноким сеятелем, вы одиноки, читайте эту мантру, ом шам но метра, у вас нет детей, читайте ом шам но метра, вы одиноки, ом шам но метра, хотите выйти замуж или жениться, ом шам но метра, вот, вот, это мантра от одиночества, дальше, следующая мантра, шам но асьи, шам но асьи, есть тип людей, называется угрюмы, угрюмские, вечно все плохо, утром плохо, в обед плохо, вечером плохо, все виноваты вокруг, одно зло, все, все вокруг плохо, вот этим людям необходима данная мантра, потому что она буквально звучит так, я счастлив и рад всему, что происходит в моей жизни, дай мне счастье и радости, я рад и счастлив всему, если ты рад и счастлив всему, то тогда радость и счастье будет твоей жизнью, люди думают так, вот будет у меня это, будет у меня это, тогда я буду рад, а нужно жить наоборот, я рад этому, рад этому, тогда дают большее, вы смотрите, как, в чем ошибка людей, она заключается в том, что человек говорит, ага у него есть а у меня нет я буду счастлив jeśli у меня это будет и потом он страдает а у меня нет почему мне нет родить и начинается поиск виновных родители виноваты страна виноват а еще кто-то виноват все плохие и всему подобное а как нужно нужно не так нужно я рад что у меня есть я рад что я проснулся и я рад что мне хорошо я рад что тепло я рад что рядом эти люди я рад что у меня это есть, я рад, что проснулся, я рад, что кушаю, тогда, ой, он рад, что кушает это, тогда дадим ему еще чего-то больше, знаете, как в еврейском анекдоте, к Равину приходит еврей и говорит, Равин, скажите мне, а нет, на базаре, говорит Мойша, Мойша говорит кто-то, Мойша, скажите, почему вы все время говорите на слова, как ваши дела, всегда говорите хорошо, а ведь мы знаем, что у вас там чуть-чуть плохо, он говорит, о, послушайте, вы верите в Бога, он говорит, ну, так вот я верю в Бога, когда я говорю, вот я, допустим, скажу плохо, вы у меня спросите, как дела, я скажу плохо, Бог услышит и сделает так, ага, Мойша, ты не знаешь, как может быть плохо, вот сейчас я тебе так плохо сделаю, вот ты увидишь, как может быть плохо, поэтому я говорю хорошо, почему, Бог услышит, что Мойша говорит мне хорошо и тогда скажет, нет, Мойша, ты еще не знаешь, как может быть хорошо, вот сейчас ты увидишь, это такая особенность, вы знаете, это правда, человек, который ориентирован на то, чтобы ему было хорошо и радостно, он способен прийти к тому, чтобы в его жизни это произошло, именно поэтому есть вот во многих таких, наверное, ментальных, социальных слоях населения есть, особенно древних, вот армянский менталитет или социум, иудейский менталитет и социум, у них есть культура, это культура безумной любви к близким, к матери, к родным, вот в украинской культуре это есть, и это тотальное, такое вот безумное, яркое воодушевление и наслаждение тем, что дети растут, тем, что мамы там есть, там к тещам, свекрухам и всем остальным, то есть вот обожание, вот это обожание, тонкое обожание, обожание семьи, обожание семьи, обожание там жены, обожание детей, я не говорю, что у всех, но у наиболее успешных именно так это все и выглядит. Знаете, это в еврейском анекдоте есть такое, приходит мужчина и говорит Равину, Равин, Ребе, скажите, почему у меня все в жизни плохо, как мне можно все изменить, он говорит, ты читал Тору, читал Тегелим, знаешь, знаю, ну вот помнишь, в Тегелиме есть Давид говорит о том, что радуйтесь и в радости, и с радостью, и дети в радости, и радуюсь событию, и радуюсь засыпания, и радуюсь жизни, и радуюсь, когда трубят, ибо радость является самым важным. Он говорит, Рабе, скажите, как же я могу быть радостным, если постоянно все вокруг меня плохо, дети болеют, у этих расстройств, мама болеет, жена болеет, денег нет и так далее. Он говорит, послушайте, как вас зовут, Мойша? Мойша, вы хотите денег? Да. Послушайте, радуйтесь. Почему? Потому что на что только не пойдет еврей, чтобы быть богатым. Поэтому радуйтесь, Мойша, идите на это. Поэтому, когда человеку плохо, как там у Мандельштама было, я же шел вперед, навстречу ветру, веря в доброту, любовь и нежность. И именно это и заставляет, вот, не теряйте надежду. Не терял ни веры, ни надежды. Есть такая особенность. Люди, которые в христианстве, они прославляют три элемента. Как раз сегодня один из этих элементов. Эти три элемента – это вера, надежда и любовь. Понимаете? Почему у людей не умерло это все? Что такое верить? Верьте, что скоро все будет хорошо. А надежда? Надейтесь, что скоро будет хорошо. Любовь. Любите самых близких. Почему? Ну так, кого еще нужно любить, как не их? Они вам жизнь посвящают. Они с вами просыпаются, они с вами засыпают. Кого еще любить? Кто еще ближе? Самая большая ошибка в жизни человека заключается в том, что человек ненавидит всех, кто связан с ним по крови. Человек ненавидит тех, кто живет с ним под одной крышей. И человек ненавидит себя. Это три человеческих проклятия. Такой человек будет всегда страдать. Помните об этом и никогда не совершайте, как говорят у нас за Одессу, таких ошибок. Вот так. Духовный учитель Дуйко. И дальше все будут писать. Боже, Боже мой, какой дурак, какой дурак. Дурак не дурак, а богат. Дурак не дурак, а счастлив. Дурак не дурак, а за плечами имел онкологическое заболевание. Дурак не дурак, а 50 лет дураку-то уже. Понимаете? Дурак не дурак, а куча автомобилей, имущество за границей. Счастлив. Это самое приятное, знаете. Люди думают, что я хочу хвастаться богатством. Нет. Я в нем купаюсь и наслаждаюсь давно, еще с 30 лет. Чем я хвастаюсь? Ничем. Я хочу вам предложить мой опыт. Мой опыт моего индивидуального счастья. И я все время говорю, индивидуальное счастье не начинается с желаний. Он начинается с индивидуальной радости, которая вот здесь появляется. Наша душа самая важная. Наш ум ерунда. Наше тело тоже ерунда. Но душа важна. Поэтому обращаю внимание на душе. Делайте, чтобы ей было хорошо. Она что, есть хочет? Нет. Она что, хочет пить? Да и пить она не. Она вообще ничего не хочет. А что она хочет? Она хочет, чтобы там появилось чувство наслаждения, радости, счастья. От чего? А что? Не обязательно. А что? Обязательно должно быть из-за чего-то? Бог любит людей из-за чего-то или просто так? Бог любит просто так. Это люди делят из-за чего-то они начинают любить. Тем самым любовь человеческая не идеальная. Почему? Человек говорит, вот я буду любить всех. Ну вот, люби, перед тобой будет стоять человек, который поражен проказой, тяжелым туберкулезом, и от него будет идти плохой запах гангрена. Очень будете любить этого человека? Сомневаюсь. А вот если перед вами будет человек находиться, который, может быть, даже и не сильно хороший, но богатый, который является, там, деньги налево и направо тратит, там, предложит вам работу, вы будете считать, что его необходимо любить. Видите, как все не идеально. Поэтому человеческая любовь, как сказал один человек, не идеальная. Как сказал Достоевский, а я не буду говорить, что он сказал. И вообще, Достоевский не украинец. Все, не о чем больше говорить. Там написали, Андрей Андреевич, почему вы разговариваете на русском языке? Вы же из Украины и в Украине должны разговаривать на украинском языке. А кто это сказал, что люди, которые живут на Украине, не имеют права разговаривать на русском языке? С чего вдруг? Здесь проживает огромное количество и русских, и украинцев. А вот проживает ли такое большое количество русских на территории Российской Федерации? Вот это вопрос. Потому что там есть татары, буряты, чуваши, эвенки, нанайцы, мордвины и так далее. Вот есть ли там столько русских, как здесь? Вот поэтому, когда говорят о праве разговаривать на каком-либо языке, я бы еще поспорил. Дальше. Сана-Индра. О! Индра – это энергия власти. Что такое энергия власти? Энергия власти – это когда у человека энергетически появляется пирамида. То есть у человека столько жизненного огня, как это проявляется. У человека появляется энергетика, она из него аж выходит. И вот импульсивные люди, энергичные люди, яркие люди, такие немножко сильные, небоящиеся и так далее. Они вокруг себя как бы захватывают людей. То есть они делают так, что таким людям хочется удивляться, подчиняться, восхищаться, быть рядом с такими людьми. Такие люди обычно организаторы и так далее. Это все связано с увеличением вот этой энергии огни. Энергия огни в нашем теле увеличивается, выходит за пределы нашего тела и образует эгрегор. Я об этом рассказываю на первой ступени. Этот эгрегор – это эгрегор человеческой энергии, импульсности, энергичности, яркости, силы внутренней. Таких людей любят, обожают, хотят подчиняться, дружить с ними, хотят быть постоянно рядом. Их уважают, их боятся. Они очень многого достигают, даже если ничего не делают. И это называется энергией, когда выходит за пределы человека, называется индро или индра. И мантра звучит так. Сана-индра. Я увеличиваю энергию. Я увеличиваю энергию подчинения. То есть сана-индра – это теперь я могу быть еще и тем, кто управляет. Не только тем человеком, которым управляет, а еще и тот, кто может управлять. Дальше. Ом-шанти-шанти-шанти. Три-роза-шанти обозначает мир во мне, мир вокруг меня, мир во мне – это мир внутренних органов, мир в моем теле и мир вокруг меня. То есть это мир трех элементов или трех изменений. Мир во мне, чтобы тело не болело. Мир во мне обозначает еще и здоровое тело, здоровый дух и здоровая душа. Мир вокруг меня – это мир, в котором есть только хорошие элементы. То есть доброта по отношению к вам, теплые отношения по отношению к вам, приязнь по отношению к вам, любовь по отношению к вам, забота по отношению к вам и так далее. Поэтому ом-шанти-шанти-шанти – это очень хорошая мантра. Еще раз хочу сказать, что я сейчас даю мантры из третьей книги, которая называется «Самоведа». И следующая мантра звучит так. Называется «Увеличь поток в мою жизнь того, что будет приносить несчастье». Иногда так бывает, что человек попадает в поток, где ничего в жизни не происходит. Нету никаких изменений, ничего не происходит, и как бы человек не боролся, это называется «мертвая вода». Я обычно говорю, если человек оказался в мертвой воде, ему необходимо три компонента. Первый компонент называется «Правда». Человек должен перестать врать себе и окружающим. Окружающим – ладно. О себе окружающим нельзя врать. Дальше – не врать себе, не врать окружающим о себе и своей жизни. Второе – интеллект. Он увеличивает возможность увеличения жидкости в воде, жизни, чтобы жизнь начала течь. И третье – это энергия. Почему энергия? Человек имеет право пользоваться энергией жизни. Человеку дана энергия десяти жизней на протяжении этой жизни. Но человек специально ее запирает и говорит «я не хочу, я устал». И что необходимо сделать? Открыть эту энергию можно, если разозлиться, если включить в себе потенциал, как я обычно говорю. Если вам очень тяжело в вашей жизни, что-то болит очень плохо, то сцепите зубы, сосредоточьтесь, разозлитесь и включите вместо третьей скорости – триста тридцать третью. Это очень важные слова. Я говорю это серьезно, но не фанатично, а как бы естественно. То есть не могу – а я смогу. Не хочу – а теперь захочу. Вот таким образом. Дальше. И поэтому и существует такая мантра «Саша, Ядья, Яюш, Абхи». Хочу сказать, что когда закончится данный вебинар, то все мантры вы сможете скачать или переписать. Я их оставлю в описании к данному видео. Следующее. Ом Пушне Нама обозначает мантра вдохновения. Люди очень часто теряют вдохновение. А вдохновение – это и есть путь. Что может вдохновлять человека? Когда человека что-то вдохновляет, он получает один из видов энергии. Человек вдохновленный. Вдохновленный создать, вдохновленный… Есть люди вдохновленные семьей, есть люди, которых может вдохновлять популярность, слава, почет, уважение, деньги. Вдохновляться – это неплохо. Стремитесь к тому, чтобы найти свое вдохновение. Найдите это вдохновение и стремитесь к нему. Чем выше по вибрациям вдохновения, допустим, вдохновение просто сексуальной близости – это кратковременное вдохновение, его добиться несложно. А вот вдохновение чувств, вдохновляться успехами детей – уже это гораздо сложнее. Вдохновение, допустим, которое может быть связано с познанием духовности, познанием доброты, расширением доброты, желанием делать что-то в миру – это более высоковибрационно, они не всех вдохновляют. Но это дает больше потенциала, дает больше сил человеку. Вдохновение может давать желание заработать много денег, быть очень популярным, сильным, быть злодеем каким-нибудь там. У всех маньяков всегда много энергии. Знаете почему? Потому что они вдохновляются убийством других людей. Это ужасно. Но тем не менее. Наталья Лармоленко. Встречаю в жизни людей, которые оказываются знакомыми моих друзей. Такое впечатление, что мир поделен на слои. Так и есть. И все крутятся на своем уровне. Так и есть, вы что не знали? Я же вам раньше говорил на третьей ступени, что весь мир – это слои людей. Весь – это слои людей. Андрей Андреевич, вас слушают во многих странах. Спасибо, что вы говорите на понятном языке. Я посмотрел, где меня больше всего слушают. И оказалось, что самое большое количество просмотров моих видео в YouTube – это США. Да, вы представляете? США больше всего смотрят дойко. Вот это да. Девочка ко мне приехала из США и говорит. И в моем районе смотрят. И рядом в районе смотрят. И в Нью-Йорке смотрят. И я вот с кем-то встречаюсь даже в магазине и говорю. А, видели, что там дойко новый семинар там и так далее? Говорит, мы вас слушаем. У нас все очень хорошо, Андрей Андреевич. А это думаешь, лют мне конфетки? Малинина Алла. Спасибо за мантры. Практикую мантры Агниго. Го, Агниго. А парджей меняется внутреннее состояние восприятия мира. Правильно, они самые древние. Как поступить со старыми иконами? Маму мучает этот вопрос. Чем вам иконы-то помешали? Ну, что вам эти иконы? Иконы – это хорошо. Что на иконах и что забирают иконы? Именно забирают. Смотрите. Не просите иконы, а отдавайте иконам. Отдавайте иконам болезни свои. Почему? Потому что на иконах изображен Иисус Христос. Когда Он отдал свою жизнь, то Он тем самым откупил людей от зла. Что это обозначает? Когда человек на протяжении жизни делает кому-то плохо, допустим, вас бесит человек. И этот человек вас бесит. Вы хотите его ударить. Почему? Вы хотите его боли. Поэтому человек, от которого вы хотите боли, является должником боли. А вам нужно эту боль забрать. И у людей было огромное количество боли. И когда Иисус Христос его распяли, то Он фактически забрал за людей всю боль. Таким образом, облегчив человеческое страдание, дав людям возможность жить легче. То есть, можно сказать, что до Иисуса Христа была одна цивилизация, и после Иисуса Христа началась другая цивилизация. Было ли это? Ну, в целом, где-то так. И когда у вас есть иконы, на них изображены люди, которые были мучениками. И что они сделали? Они мучились ради людей. То есть, они боль свою испытывали, забирая ее у всех людей. И забрали ее в тот мир. И что может сделать человек? Когда человеку плохо, он может подойти к иконе какой-нибудь и сказать, я великомученику отдаю свою боль, забери эту боль. Пусть она меня не мучает. Забери эти неприятности. Пусть они не мучают меня. А вот просить ничего я бы не стал. А вот использовать великомучеников с такой целью, а они именно для этого и жили. Чтобы спасти людей, забрать у них боль, чтобы люди были более добрыми, теплыми, хорошими и так далее. Чему учат святые люди? Они чему учат? Двум вещам только. Первое, быть терпеливыми. И второе, добрыми. Смотрите, почему они такими стали. Они были добрыми. И они были терпеливыми. Уповали. А вот что сейчас произошло? Почему я говорю, что мне не нравится религия? Могу объяснить. Там есть такое понятие гордыня. Гордыня. Именно поэтому, когда человек начинает верить, он считает, что он от других людей отличается, и он стал лучше. Вот это слово лучше, это гордыня, о которой говорил Иисус Христос. И все верующие люди, не надо гордыни. Поэтому, когда говорит, вы не будете спасены, убери свою гордыню, спили мушку. Гордыня – это тоже порог. Поэтому гордыня – это нехорошо. Ладно. Проехали. Давайте оставим эти истории. Поэтому иконы, если они вам нравятся, ну так пусть будут, будут. Иконы могут создавать радость, иконы могут создавать. Иконы, наверное, это элемент, который должен не украшать. Иконы не должны украшать. Вот почему иконы ставили на входе. Человек заходит, если он со злом, то святые, которые были великомучениками, забирали это зло. Каким могло быть зло? Человек заходит, ой, хорошая квартира, хороший муж, ах ты, коза, чтоб ты там. И вот такие проклятия, и вот такие проклятия забирались, знаете. И вот такое проклятие не действовало. Вот так это все работает. Ну такое дело. Итак, Ом Пушне Нама, вдохновение и есть путь. Дальше, Тач Чакшур Девахитам, Тач Чакшур Девахитам, доброта души, светильник, от которого все греются. Помните, я говорил мантру Условно это выглядит так. Пусть в моей жизни будет существовать светильник моей души. Вот смотрите, говорят, плохо мне с тобой. Почему? Холодно мне с тобой. Плохой ты человек, злой. Рядом с человеком, с которым неконфортно, всегда чувствуешь холод. Говорят, холодные отношения, между ними холод. Помните про Герду и Кая, которая, злая волшебница, ему льдинку в сердце зародила. и вот этот холод душевный, этот холод душевный, очень часто он топится. Чем топится? Есть понятие любовь, а есть внутренняя чувственная любовь. Вот этот внутренний чувственная любовь, это грубо огонь души. Вот этот огонь души, это своего рода тот элемент проявленный, потому что любовь, она не должна быть просто чувственная. Если человек чувствует и проявляет, тогда это любовь. Знаете, молиться за кого-то много ума не надо, а вот возьми деньги, которые ты заработал и помоги этому человеку, за которого ты молился, вот это любовь. Почему? Любовь познается в действии. Поэтому, если говорят, мы поможем тебе, будем за тебя всем миром молиться, не надо. Вы возьмите всем миром и дайте этому человеку деньги. Тогда это будет проявленная любовь. Тогда он будет знать, что эти люди, они пожертвовали своей жизнью, потому что с утра до ночи пахали, получили небольшое количество денег, взяли последнее и отдали ему. Вот это проявление любви. А когда мы молимся, а и шо? Так вот, когда человек чувствует, то он проявляет доброту. Как это проявляется? Дома вы можете там быть рядом с близкими людьми. И доброта, она не проявляется в том, чтобы почувствовать ее. Она проявляется в том, чтобы не сделать что-то. Что не сделать? Смотрите, бесит тебя человек, а ты не проявляешь агрессию к этому человеку. Это и есть любовь. Мог бы использовать человека, открой, принеси, нарежь, поруби и так далее, а ты не делаешь, делаешь сам. Смотрите, как это красиво. Мог бы просто пройти, а не прошел, обнял. Мог бы утром нахамить, а все равно погладил по ручке. Ненавидишь, но все равно он же твой, это же часть тебя, гладишь по ручке. Не предавать, это тоже очень важно. Почему? Вот часто аж плакать хочется, потому что мужчина с женщиной живет, знаете, там, женщина его ждет, ему там вяжет, детей этих облизывает, старается со всех сил, а он там куча проституток, куча женщин, куча всего, а он там с одной к другой и всем хвастается. А домой приходит, ее строит, обижает, орет на нее и так далее, а потом бросает. Это самое-самое страшное, потому что это самое страшное обидеть того человека, который тебя первое нереально любил, это как мать. Хоть маленькое время для некоторых, но она же любила вас, доказательство, вот меня мать не любит, она там плохая и так далее, но вы выросли здоровыми, у вас все четыре конечности есть, глаза ваши видят, уши слышат, вы здоровые, у вас нет психических отклонений, вами занимались в детстве, вас вырастили где-то, но это разве эти люди не посвятили вам жизнь свою? Если посвятили, будьте благодарны, а когда человек, ой, она мне ничего не дала, имейте совесть, надо искренне прощать все, что сделали плохое те люди, которые вас воспитывали, и искренне их обожать внутренне, искренне, найдите в себе эту силу искренне обожать, ибо жизнь человека это большое дерево, и наши предки это корни, наши предки это корни, если они живые, старайтесь максимально делать что-то хорошее для тех, кто является самыми взрослыми вашими родственниками, это очень важно. Ладно, шось я не туда уплыл, будем скоро заканчивать, надо закончить, уже чуть-чуть осталось, итак, так чакшур девахитам, а, не договорил, все-таки, ом пушненамах, сказал, так чакшур девахитам, огонь нашего сердца, доброта, мы светильники благословения, это условно выглядит следующим образом, когда мы создаем тепло, то оно проявляется в виде доброты, и вот эта доброта есть тепло, и вот как это все устроено, пусть тепло моего сердца, греет тех людей, которые рядом со мной находятся, но не лезьте со своей добротой к чужим людям, почему, ваш светильник это уголь, и в нем греются те, кто вас любит, но если вы начинаете проявлять свою доброту к нужно или не нужно к чужим людям, то вы берете из этого светильника щипцами угли и бросаете в этих людей, и это их обижает, оскорбляет и убивает, что со своей добротой в чужие семьи не лезьте, со своей добротой не давайте кому-либо наставлений, со своей добротой не засыпайте кого-то, пусть ваша доброта, ваш светильник светит вам, светит тем людям, которые близки для вас, не лезьте с ней кому попало, именно так часто и происходит, люди почему-то думают, что любовь и доброта это одно и то же слово, и они должны всем проявить свою доброту, создать наставление, всем объяснить, как необходимо жить, но зачем, если человек видит, что вы счастливый, то он будет всегда с вас брать пример, я сегодня с дочерью своей разговаривала, говорит она мне, а кем же я хочу стать, я говорю, я не знаю, это не имеет значения, станешь кем захочешь, я говорю, она говорит мне, а я буду как ты включать камеру и рассказывать на камеру что-либо, это же приносит тебе деньги, я говорю, ну хорошо, почему ты так решила, она говорит, потому что я тебя люблю, видите, я для нее являюсь примером, даже вот таким банальным, но примером не только того, как я зарабатываю, как я отношусь в семье, не надо детям говорить нужно так, нужно так, сами так делайте, потому что нашим примером есть становление нашей семьи как ячейки, мы хорошие, дети хорошие, мы добрые, дети добрые, мы интеллигентные, дети интеллигентные, мы благословенные, дети благословенные, поэтому создавайте огонь вашего сердца и проявляйте максимально доброту, не забывайте, что доброта это обнять, доброта это промолчать, доброта это не нахамить, доброта это не материться, доброта это погладить, доброта это позаботиться, если все друг для друга, это и есть семья. На этом третья книга, которая называется книгой Самоведа, 10 мантр Самоведы, Агни Мадха, Ом Аграврата Гарбха Самбха, Агни Чая Мача, Ом Шам Но Митра, Шам Но Аси, Сана Индра, Ом Шанти Шанти Сашам Адя Эш Абхи Ом Пуш Нэ Нама И Тать Чакшур Дэвах Там Закончено. И следующая будет Адхарва Веда. Эта Веда содержит мантры, ритуалы и заклинания, магические тексты, направленные на обращение за помощью и защитой. И я ее дам в следующий раз. Это есть время еще и вам все-таки отвечу на ваши вопросы. Надеюсь, вас успокоило и вы уже не сильно хотите, чтобы я предсказал вам, когда вы срочно выйдете замуж. Марина Лебедева, извините, но дам вам совет. Ребенка всему надо учить и воспитывать и все время напоминать, что настало время обеда или надо помыть руки, сходить в туалет и так у него будет вырабатываться. Понятно. Это вы говорите папе, у которого пятеро детей и старшему которому 23 года. И я могу сказать вам, что дети не нуждаются в том, чтобы им постоянно об этом говорили. Ничего не вырабатывается. Вместе зашли, когда были маленькие, помыли ручки. И потом дети знают, что нужно помыть ручки, почистить зубки. Никто, ничего, никому не напоминать. Знают, что в школу нужно утром встать по будильнику и все встают. Нет такого, что если им напоминать все время, то это получается не очень правильно. Не надо напоминать, они могут это сами делать, они же высокоинтеллектуальные существа. С ними нужно общаться, они не роботы. Валя Саблина, рада слушать вас снова и снова слушать мантры на здоровье. Надо постараться сделать просад за ваш труд. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, какой последовательности лучше? Сперва пройти все ступени, потом развитие ясновидения или неважно. Не торопитесь развивать ясновидение. Человек, развивающий ясновидение, может столкнуться с проблемой денег. Поэтому пройдите сначала три элемента развития человека в этот период развития на земле. Какие это элементы? Человек, рожденный на этой земле, должен обратить внимание, что происходит вокруг него, к чему стремятся люди. Люди стремятся, первое, к интимной жизни. Второе, они стремятся к материальному благополучию. Третье, они стремятся создать семью и чувствовать, что создает семья. И четвертое, увеличить свое сознание, быть интеллектуальным человеком. Все эти элементы являются ключевыми элементами человеческого познания, человеческой жизни во время этой жизни нашей. Поэтому, когда человек говорит, сексуальная жизнь это плохо. Нет, это один из элементов познания мира. Второе, быть материально благополучным это плохо. Нет, это один из элементов познания этого мира, который ведет человека к духовному развитию. Иметь семью, это тоже является элементом духовного развития. Много читать, быть умным, это тоже духовное развитие. То есть, все, что дается на этой земле хорошее, это все является элементом духовного развития. Когда человек говорит, это плохо, это плохо, послушайте, все, что Бог создал на этой земле, все создано для того, чтобы человек мог этим пользоваться. Если вы живете в этот период, пользуйтесь этим. Катя Деденко, за что есть, вас слушает, видит Казахстан. Спасибо. Андрей Андреевич, спасибо большое. Скажите, как понять, что я иду по пути света, светлых сил? Для того, чтобы понять, идете по пути света, то смотрите на то, какое большое количество людей или кто находится рядом с вами. Если вас обожают, если к вам хорошо относятся, если о вас заботятся, если к вам тепло относятся, если вам везет жизни, то вы на стороне светлых сил. Как мы засоряем свою судьбу? Это ругаемся, плохо комментируем, ненавидим, искренне ненавидим, бесимся, злимся, предаем. Вот это все и есть темные силы. Ребенок начал часто болеть, может сглазили, и как защитить себя и ребенка от зависти? Как формируется глаз? Сглаз. Ребенка увидела там какая-нибудь тетенька, а потом домой приходит и думает, вот у нее есть ребеночек, а у меня нет, но такой красивенький, такой хорошенький, такой, так бы я хотел, чтобы у меня такой был, вот этот Петенька, вот такой, чтобы у меня был такой ребеночек. Что происходит? На энергетическом плане вокруг человека есть аура, и эта аура, она оттягивается, потому что когда человека думают, его энергетически разрывают. Здесь мама тянет, а здесь тетя чужая. тянет. Что необходимо делать, чтобы не глазили? Необходимо просто носить что-нибудь красивое. Вот ребенок, красивое личико у ребенка, оденьте на шапочку, там пряжечку, блесточку какой-нибудь, что-то такое. Там кто-то подходит к ребенку, говорите, вот красивая пряжечка, красивая блестка, смотри, какой вот, ай, красивая одежда, смотри, какой костюмчик. Вот пестренькое, оденьте что-то на ребенка, тогда глазить не будет. Обычно только младенцев могут глазить. До возраста двух лет, ну максимально это три года. После трех лет на ребенка сглазы уже не действуют. Могут действовать сглазы только там бабушки, или там, ну бабушка может сглазить ребенка так, там, задолбал уже, там, задолбал уже, хватит тут дрынчать, там, а ну не бегай, сейчас упадешь и ударишься. Это вот сглазы, знаете, такие. Каким образом это убирается? Материнской любовью. Если ребенок идет на улицу, то его необходимо поцеловать, сказать, иди, мама тебя любит. Как убирается на ночь сглаз? Садитесь, гладите ребенка по ножке, говорите, мама тебя любит, мама тебя обожает. Материнская любовь до 14 лет, до 12 лет. Обожание матери является самой мощной защитой от любого энергетического проклятия из глаза. София Устимова. Андрей Ильич, как из России купить ваши программы? Я не знаю. Вообще не знаю. Я не знаю. Это вопрос вообще не ко мне. Можете покупать? Покупайте, не можете, не покупайте. Пожалуйста, будет ли успешным для меня кондитерское дело, если начать все с нуля? Да. Когда можно приобрести ваши карты? Не знаю, сейчас. Мошенники обманули, я лишилась денег. Для чего этот опыт? На первой ступени старой школы Кайлас я говорил, давайте сегодня дадим клятву. Никогда больше в жизни никому не занимать. Почему? Потому что, когда человек занимает у другого человека, то это выглядит следующим образом. У человека есть проблема, он занял у вас деньги, закрыл свои проблемы. Теперь проблема у вас. То есть, когда человек говорит, я там занимаю деньги, нет, это вы решаете чужие проблемы. Тогда скажите, вы рождены для того, чтобы решать чужие проблемы? Нет. А вы хотите решать чужие проблемы? Нет. Тогда не занимайте деньги. Потому что, вы занимаете деньги, которые решают чужие проблемы. Если чужие проблемы решаете, то тогда готовьтесь, потому что появятся свои собственные проблемы. Сегодня я хочу вам сделать промоушен. У меня есть ряд выпущенных мной книг в бумажных обертках. Какие это книги? Это магия любви. Это книга, где я даю всевозможные эзотерические практики и техники. Каким образом можно сделать так, чтобы любимый человек вас обожал? Здесь есть тайные обряды для супругов, пентакли для денег в семье, концепции восприятия мужчин и женщин, волшебная слюна, что она, расположение головы перед сном и целая куча всевозможных йогических упражнений. Как мужчина может сделать себя привлекательными, как женщина может сделать так, чтобы мужчина там обожал ее и так далее. Скажите, пожалуйста, работать по воскресеньям наказуемо? Работать? Наказуемо. Вообще? Человек создан для радости. Нет, не наказуемо. Ни в субботу, ни в воскресенье. Никогда не наказуемо. Хотите работать? Работайте. Но делайте все для того, чтобы на вас работали. Знаете, вы капитал читали? Что там написано в капитале? В капитале написаны следующие слова. Эксплуатация трудового пролетариата. Поэтому буржуазия все время эксплуатирует трудовой пролетариат. И этот трудовой пролетариат должны защищать кто? Как они называются? Социальные программы, защищающие трудовой пролетариат. не помню, как это вспомню, скажу. Итак, стремитесь к тому, чтобы управлять. Так легче жить. Все равно все будет буржуазия во всем мире. Ну что, еще одна книга. Она называется «Магические методы лечения человека». Здесь даны всевозможные магические методы, как лечиться чесноком, как лечиться содой, как лечиться веревочками, всевозможными ниточками, травками, эзотерически, золотом, серебром, как лечиться обмотайся этим, обмотайся этим, пи это, думай так и так далее. То есть, вот такая небольшая книга, она правда очень интересная. Называется магические методы лечения человека, лечения всех заболеваний. Эти методы оказывают потрясающе яркое воздействие на жизнь человека. Данные виды лечения очень необычны, они не имеют ничего общего с традиционной медициной. Выполняя предписания и рекомендации, вы мгновенно ощутите, что такое профессиональная работа целителя с собой и с близкими людьми, чувствуя это каждой клеточкой вашего организма. Такие вот у меня есть книги, они называются «Введение в эзотерику». Их есть аж 4 штуки. Это «Введение в эзотерику» первая часть, «Введение в эзотерику» вторая часть. Вот «Международная эзотерическая школа», «Введение в эзотерику» школы Кайласа. Вот первая часть, такая есть вторая часть, две книги, есть третья часть, второй том и третья часть, первый том. И «Введение в эзотерику» вторая часть, это тоже первый том и второй. Итого получается раз, два, три, четыре, пять книг «Введение в эзотерику». «Введение в эзотерику». Вот пять книг, раз, два, три, четыре, но здесь у меня, к сожалению, только четыре. А так вообще их пять. Пять книг «Введение в эзотерику». Хочу еще раз сказать, что это не является ступенью, это «Введение в эзотерику». Хотите разбираться, что такое эзотерика, приобретайте письменные книги мои, которые называются «Введение в эзотерику». Если кто-то говорит, что Дуйко тупой, то напишите пять книг и покажите мне их. Вот так. Хорошо. Эти я написал, а вы? Не знаю, в чем я тупой, но пять книг все-таки я умудрился написать. Есть моя прямо самая любимая, обожаемая, невероятно классная, обожаемая мной книга, которая называется «Ваджарное сердце». Это потрясающее, теплое, красивое. Мне кажется, это проявление моей любви и моего внутреннего счастья по отношению к людям. когда я написал эту книгу «Ваджарное сердце». Это о пути, пути человека, пути, наверное, духа внутреннего, пути верности, пути, наверное, альтернативного восприятия мира. Удивительная книга, она перекликается с идеями нашей эзотерической школы, она художественная. Есть вторая часть, но я ее, к сожалению, выпускать, наверное, не захочу. Дальше есть вот такая книга называется «Доктрина бизнеса». Она не связана с эзотерикой, но здесь очень много моих советов, которые связаны с конкретным ведением бизнеса. Тут я говорю о доктрине благородства, о трех элементах специфических, как управлять людьми, почему люди хотят, чтобы ими управляли, как правильно создавать компанию, что такое вертикаль власти, где мы совершаем ошибки, как общаться с бухгалтером. И вот куча всего, то есть это я назвал «доктрина бизнеса», и это не связано с эзотерикой, а связано с успешностью человека, каким бы бизнесом он ни занимался. Здесь я говорю об ошибках, о не ошибках, здесь есть упоминание о маркетингах и о том, как развивать бренд и так далее. Она исключительно является одним из, наверное, знаний, которые я позволил себе описать. Это мои знания, своего персонального опыта, который помог мне достичь успеха. Хочу напомнить, что я обычный человек в свое время, я учился и жил в Крымской области и сам из села, седьмой ребенок в семье. И могу сказать, что на сегодняшний день достиг достаточно яркого успеха, всего, что связано с производством, продажами и всем остальным. И я постарался часть своего опыта вот в таком виде выразить и создал книгу, написал книгу, которая называется «Доктрина бизнеса». Мне она нравится, я думаю, что она может быть где-то даже как настольная книга для людей, которые развивают себя и собираются делать бизнес. Такая вот интересная книга «303 совета для счастливой жизни». Есть еще 606 советов для счастливой жизни. «303 совета для счастливой жизни» это мои советы, которые я даю во время вебинаров, я их выписал для себя, они короткие и связаны со всеми элементами нашей жизни. Все становится возможным, если верить. Совет номер 281. Можно использовать книгу как гадание и интересные советы, знаете, как золотые слова. «Магия денег» это эзотерические техники, а также «Как изменить простые секреты жизни». Там они безумно простые, я объясняю, что это такое. Ну, грубо это звучит так. «Помогай родителям деньгами». Почему помогай родителям деньгами? там, допустим, секрет может выглядеть так. «Уберите червей, съедающих ваши деньги из вашего тела». Что за черви? Где они берутся? Почему я так решил? Почему именно черви а не черви? То есть интересная книга, одна из моих первых книг написана она очень хорошо, веселенько читается она легко, но создает неизгладимый след на сознание человека и в целом создает такой массированный потенциал. И когда у вас опускаются руки, вы не знаете, чем заняться, не знаете, что делать, обязательно читайте данную книгу, она откроет вам новое восприятие мира. Вот такая книга есть. «100 медитаций» на самом деле. Или это не столько медитации, сколько мои, наверное, какие-то выводы жизненные. Там, из интересных, это тайные слога, которые вы нигде не найдете. Допустим, я здесь рассказываю о тайном слоге Ягья или о тайном слоге Я, там, как открывать сердце. И там, ну, вот, целый ряд вот таких необычных текстов. Там, сегодня я вам говорил, включите скорость. Вот это тоже описано здесь в этой книге. Где скорость? Почему она берется? Где ее мы можем найти? Почему она у нас включается? И так далее. Вот это есть, вот в этой книге она называется «100 медитаций». Вот такая есть необычная книжка, брошюрка. Она называется «Причины заболеваний человека». Это моя попытка объединить тибетскую медицину с традиционной медициной, еще и ирведическую. Сейчас есть написанная вторая книга. Когда это продастся, то вместо нее выйдет вторая книга. Есть вот такие специфические буклеты, журналы, которые книгами не назовешь, но в которых есть мои символы. То есть человек открывает символ, занимается медитацией, глядя на этот символ. Вот от плена, тюрьмы и неволи. Или там, допустим, талисман от воровства. Человек делает себе талисман такой, носит его, и его больше никогда никто не обманывает. Есть вот такие книжки, называются заклинания. Здесь мои заклинания, допустим, обретение тайных знаний обо всем жизни. Омрумшири, я цитата хампра, чичи, вива, яйгу. То есть вот такие заклинания, они обычно не имеют никакого значения, тем не менее, при использовании данных заклинаний вы увидите невероятное, очень быстрое и мегаэффективное влияние на вашу судьбу и события, которые происходят вокруг вас. Все эти книги можно приобрести на моем сайте Дуйко Гуру или на моем сайте дуйко.маркет дуйко.маркет или дуйко.гуру Если вы не можете их найти, перейдя на сайт дуйко.гуру или воспользовавшись вот этими телефонами, которые здесь изображены на экране, связавшись с оператором, вы можете любую из этих книг заказать себе и в дальнейшем изучить ее как для себя дополнительный материал. Ну и в общем-то все. Сана Оксана. Дочь послала часть документов просить у государства денежный подарок на учебу. Нужно ли ей просить и послать документы? Могут быть проблемы. Проблем не будет. Не переживайте, можете отсылать. И вы не то спрашиваете. «Ваджарное сердце» это очень интересная книга. Если есть вторая книга, сделайте ее, пожалуйста, хотя бы видео. Я вам отвечаю. Смотрите, на создание видео, которое называется «Ваджарное сердце» было потрачено 6 тысяч долларов США. Скажите мне, кто мне эти деньги оплатит? Я это выложил в YouTube. И данная книга выложена бесплатно в YouTube. Скажите, кто мне заплатит 6 тысяч долларов за то, что я потратил? Есть вторая книга, да. Я ее должен выложить. Почему? Где мои 6 тысяч долларов? Я не заработал. Вот если бы люди были благодарными, то они бы заходили, слушали книгу, а внизу нажимали бы «Благодарить». А так, ради чего это все? Нет, я дождусь того времени, когда будут благодарить. Вот тогда, когда будут благодарности, будем выкладывать новые книги. А так, я, к сожалению, не имею права. Сейчас война, Родина в опасности. Андрей Иванович, как быть полностью светлым человеком, чтобы в жизни было радость и счастье? Это дисциплина и самовоспитание. Очень часто помогают мантры, помогает внутренний настрой. Я этому обучаю себя на первой ступени эзотерической школы Кайлас. Вы еще не были на моей первой ступени, обязательно ее пройдите. Первая обновленная ступень эзотерической школы Кайлас. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, какая эзотерическая причина выпадения волос? Не думание о своих родных. Игнорирование матери, игнорирование отца. Это выпадение волос. Обычно выпадение волос с этого и начинается. Нелли Баус. Скажите, пожалуйста, почему, как только я поделилась хорошими результатами практик, все прекращается? Как будто сама себя сглазила. Теперь ничего не происходит. Но вы правильно ответили на свой вопрос. Ну что, я желаю всем счастья. Пусть в вашей жизни изменится все только в лучшую сторону. Пусть будет радость, пусть будет счастье, пусть будет любовь. Обнимите близких, не воспитывайте. Старайтесь быть теплым, хорошим человеком. Знаете, можно быть богатым, можно быть бедным, можно быть вредным, можно быть невредным, а можно быть очень добрым человеком. Будучи добрым человеком, вы сделаете больше. Потому что доброго любят, несмотря на то, богатый он или бедный. Доброго любят, несмотря на то, дал он что-то или не смог. Доброго любят, несмотря на то, болен он или здоров. Доброта – это хорошо. Давайте проявляйте доброту к близким, находите доброту в своем сердце, будьте теплыми, добрыми, хорошими, заботливыми. И, как сказал Иисус Христос, любите хотя бы тех, кто находится рядом с вами, и находите в этом одушину, наслаждение. Заботьтесь о них. Это в целом хорошо. Ну что, будем заканчивать. Андрей Андреевич, в какое время надо читать ведические мантры, как долго? Как долго для чего? В какое время, чтобы что? Ничего не понял. Что вы от меня хотите? Это что, таблетки? Я утром читаю мантры. Как долго, чтобы что? Я не понимаю вас. Не надо читать их. Проходите первую ступень, я там рассказываю, сколько читать, и как читать, для кого читать, и как долго читать. И до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова